Всем привет привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня у нас на обзоре будет Т22СР. Максимально честно покажу данную машину руками не скиллового игрока, для того чтобы как раз не скилловые игроки понимали чем они рискуют, покупая данный аппарат 10 уровня. А стоит он ребят немало, на продажу его выложили довольно таким по жирному ценнику, сейчас объясню почему я жирным ценник этот воспринимаю, но думаю многие со мной согласятся, хотя с другой стороны возможно я не прав. 20 тысяч золота за голую машину, вот просто машина и слот в ангаре. Вот точно так же голую машину и слот в ангаре можно было приобрести на новогоднем аукционе за 17,5. Я не покупал себе Т22СР за 17,5, купил его тогда когда ценник начал падать. И он настолько сильно начал падать, что я был очень сильно удивлен факту того, что я смог по приемлемой цене машину себе приобрести. Врать не буду, но что-то по-моему в районе 15,5 тысяч я за него отдал. Уже честно говоря я не помню за сколько конкретно взял, но уж точно не за 20 и даже не за 17,5. Несмотря на то, что машина типа должна пользоваться популярностью и многие ютюберы рассказывают про машину как про огонь, 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 игроки как-то не сильно разбирали на новогоднем аукционе данную тачку. Я думаю, что кто-то что-то знает. За 22,5 тысячи вы можете взять себе набор. Причем набор этот довольно прикольный и интересный. Есть анимированный аватар, X5 в количестве 30 штук. Да, только на Т22СР, но все-таки с помощью данных сертификатов вы сможете не кисло поднять себе копилку своей свободки, элитного опыта экипажа. Короче говоря, немножечко разжиться. Теперь что касается приятностей дополнительных, это есть обвес, который действительно делает машинку существенно симпатичней. Я себе его не получил, потому что, как я уже сказал, брал на аукционе голую машину. Но с этим обвесом, с флагом машина получает какую-то такую, знаете, изюминку. И вот этот вот значок спереди тоже довольно прикольно смотрится на машине. Я бы не сказал, что он уродует какой-то футуристичностью. Данный аппарат добавляет ему плюс-минус какой-то реалистичности. Особенно вот эта вот лежащая аптечка, действительно классно смотрится. Хотя ни вы ее видеть не будете, ни ваши враги. Но она там есть, окей, хорошо. Смотрится симпатично, с этим спорить я не буду. И что касается, ребят, Камо. Камо тоже классный, действительно красиво смотрится. Добавляет машине, опять-таки, реалистичности. Никаких там всяких развивающихся огней, еще чего-то. А просто, стильно и со вкусом. Опять-таки, спорить абсолютно не буду. Но все-таки жир данного набора заключается в приказе, который вы можете получить. А в приказе, ребят, сделав 50 побед за 10 дней, а это всего лишь 5 побед в день, на Т-22СР вы получаете 5 мистических сертификатов. Что оттуда может выпасть, многие знают. Кто не знает, может выпасть мистический сертификат. Может выпасть золото, куча всякой там дребедени. Но, понятное дело, что именно мистический сертификат всех интересует больше всего. Потому что с него вы гарантированно покупаете, простите, не покупаете, получаете одну из огромного списка машин. Ну и желательно, конечно, чтобы это была какая-нибудь годная десятка. А возможно, даже Т-22СР, за который вам начислят компенсацию. Но все-таки в серебре. Поэтому, наверное, лучше, чтобы выпало что-то другое. Ладно, разобрали мы с вами наборщик. Я считаю, что набором, все-таки, даже если покупать и исходить из того, что ценник 20 тысяч для вас приемлем, то лучше 22 500. Но стоит ли 20 тысяч данная машина? Здесь вопрос, все-таки, ребят, сложный. 20 тысяч на дороге не валяется. Давайте будем смотреть на технические характеристики по машинам. Как обычно, посмотрим по орудию. Все остальное будем заценивать в бою. Потому что именно там это все надо смотреть. У меня стоит оборудование, стоит амуниция. Все, ну, как бы, снаряга вся стоит таким образом, чтобы улучшить орудие. И здесь мы с вами, ребят, получаем разброс в 0.312. Это очень классный, приятный разброс. Время сведения в 3 секунды. Что тоже, кстати, крайне приятно. Время перезарядки 5 с копейками секунд. Заявленный ДПМ в 3,5 тысячи округляя. В целом он реализуем, но не всегда. И к этому необходимо быть готовым. Есть нормальное, в принципе, пробитие. Хотя иногда, порой, конечно, может не хватать. И, возможно, вам придется оборудование переставить именно на пробой, а не на ускорение перезарядки. Поэтому обратите внимание, что можете себе это сделать. Увеличиваете пробой. И в таком случае ваши технические характеристики по орудию будут следующие. У вас будет, я бы сказал, все то же самое по времени сведению по разбросу. Урон в минуту становится меньше, потому что увеличивается перезарядка. Можно сказать, несущественно. И я, наверное, сейчас именно так в бой зайду, повышая себе бронепробитие. Потому что, как я уже сказал, хватает базового бронепробития не всегда. Средний урон 310 единиц. Я бы не сказал, что это много, но это средний танк. И с перезарядкой в неполные 6 секунд очень даже приемлемо. Углы склонения вниз минус 6. Их очень сильно, лично мне не хватает. Вот такая вот история по ТТХ по орудию. Что касается, ребят, того, как выглядит броня данной машины, то выглядит она следующим образом. Интересная броня именно тем, как она прорисована. Потому что здесь у нас есть клюв-не-клюв, но что-то похожее на такой отголосок ИСов. Да, есть хорошая приведенка, но все-таки, согласитесь, не совсем прям то, чего хочется. 100 миллиметров брони по прямой проекции. Если вы как-то стоите не совсем ровно, где-то на ухабах, понятное дело, что пробивать будет проще. Тем более, вот здесь вот тоже. Но что радует, что здесь нет разницы принципиальной, понимаете, между нижним бронелистом и верхними правым и левым бронелистами. Я очень сильно рад тому, что здесь нет такого, знаете, прям существенного дисбаланса. Типа здесь есть, а здесь вот прям совсем зеленое все. Здесь все просто наравне друг к другу. Что касается башни, от нее отыгрывать крайне комфортно, крайне приятно. Здесь действительно очень хорошие углы склонения брони. И довольно хорошо забронирована в целом башня. Но если вы стоите как-то немножечко вот так, то здесь оголяется вот этот пятак, в который вам, поверьте, закинут, мама, не горюй. Очень даже просто. Поэтому если кто-то есть на возвышении, в темечка можете отхватить, ну прям с легкостью. Сзади башня тоже довольно-таки хорошо рандомно рикошетная. Но есть абсолютно таким практически картонная карма, в которую можно забрасывать. Но, ребят, все-таки имеются скосы вот эти. Поэтому прям в прямой проекции тоже далеко не прям совсем имбокартон. Все-таки придется немножко постараться. Плюс к тому, что радует, радует то, что фугасы закинуть путем того, чтобы кинуть в основание башни, не очень приятно, потому что башня имеет скос. Если бы она была прямая, как у многих танков, то, соответственно, осколки уходили бы вниз. А так они рассеиваются все-таки гораздо лучше. Ну, соответственно, фугасы в башню, в основание бросать, имеет смысл тогда, когда вы играете как-то вот так вот. И то здесь зона очень короткая такая, куда может залететь вам. Поэтому, в целом, если вы будете заезжать кому-то прям ноздря в ноздрю, столкнетесь и будете клинчевать, то, в целом, ваши шансы довольно велики. Что хорошего еще в этой машине, так это то, что если снять вот этот экран, то здесь борт имеет просто обалденный наклон. Просто шикарный наклон брони, который позволяет вам довести приведенку до 999 в плюс. И это просто имба какая-то. Если стоите вот так, то здесь тоже не все просто. И закинуть вам с легкостью какие-то фугасы не получится. Ну, просто исходя из того, какой наклон брони здесь и про ее толщину я уже сказал. Короче говоря, ребят, по броне машинка интересная. Действительно интересная. Что касается сравнения с другими машинами. Я бы не останавливался долго на этой сравнительной таблице по одной простой причине. Потому что здесь смотреть просто дофигище. Огромное количество конкурентов. У кого-то ДПМ выше, у кого-то ДПМ ниже. У кого-то скорость перезарядки выше, у кого-то скорость перезарядки ниже. У кого-то при этом калибр больше, у кого-то при этом калибр меньше. Короче говоря, сравнивать, ребят, здесь нечего. На что необходимо обратить внимание, это то, что это не премиум на шина. А коллекционка. Соответственно, у нее доходность крайне скудная. Поэтому, если вы гоняетесь за доходностью, то, безусловно, 121B или АМХ-30B, они имеют существенно выше коэффициент доходности. А что касается процента по победам, то тот же самый АМХ-30B имеет 54%, здесь же 54,7%. Ну, я бы сказал, что в целом рядом абсолютно, но абсолютно разные коэффициенты фарма. В целом, дальше задерживаться на сравнительной таблице я не вижу абсолютно никакого смысла. Я думаю, что самое главное, ради чего мы с вами собрались, это просто взять эту машину, выбрать любой вид боя, в который мы попадем, и отправиться туда. Я данную машину, как я уже сказал, получил на новогоднем аукционе, купил себе на неосновной аккаунт, на Твинг, по той причине, что покупал данную машину исключительно ради обзоров, которые в дальнейшем буду снимать на нее, в случае, если она выпадет на продажу. Как это сейчас, в принципе, и произошло. При этом все, я не могу сказать, что мне ее остро не хватает на основном аккаунте. И, честно говоря, машина, сколько я ее не катал в... Блин, бустеры не отключил, ладно, посмотрим на результаты, потом без бустеров. Сколько я данный аппарат не катал на неосновном аккаунте, какого-то прям феерического ощущения машина у меня не вызвала. Не знаю, почему, хотя многие хвалят. Да, она очень часто играет очень приятно, очень классно, но все же, ребят, не тот прям фонтан эмоций, на который я рассчитывал. Теперь давайте будем смотреть следующее. Подвижность вы видели, я не могу сказать, что она плохая, но и особо бодро ее не назовешь. Едет, да и едет, поэтому просто средняк, окей, вопросов нет. Что касается углов склонения, стоит вот так вот спуститься, и горизонт вы уже не видите. Хотя, как видите, наклона здесь как такового нет, и вот я вот сейчас вынужден вылезть просто на самый верх для того, чтобы кого-то увидеть. Что касается поворотливости машины. Машина, в принципе, когда идет на всех парах, то поворачивается в целом нормально. Сейчас подожду ребят, которые подтянутся, самому туда лезть вообще не хочется. Не сильно люблю отхватывать в одиночку. Мне для этого компания нужна. Вот здесь очень плохая ситуация. Как вы видите, 121-го я уже выцелить не могу, именно из-за углов склонения орудия. Как только я чуть-чуть подъезжаю, а у него склонение орудия получше, соответственно, он будет переигрывать меня в этой позиции однозначно. Я имею в виду в позиции, когда мы оба находимся по обе стороны холма. Прилетело в меня, и как видите, броня сработала. Сработала броня, мне не нанесли много урона, а вот сейчас я уже получаю 314. О чем это говорит? Говорит о том, что когда вы получаете бронебойный, то в вас заходит. Когда в вас кидают фугас, то все-таки рассчитывайте на то, что фугас в вас бодро заходить не будет. И сейчас ПТшечка немножечко лоханулась, когда фугас использовала. Я попытаюсь отсюда немножко свилять куда-нибудь, ну просто потому что не могу себе найти место. Опять-таки, именно из-за крайне-крайне хреновых углов склонения орудия. Я до сих пор не сделал ни одного выстрела, и честно говоря, меня это не сильно радует. Я-то сюда заехал для того, чтобы пострелять, для того, чтобы показать вам, как бодро на этой машине поиграть можно. Но, к сожалению, наверное, не в этой катке показывать какие-то прям великолепные результаты. Опять-таки, приезжаю сюда, и если бы здесь товарищ стоял, я бы его, опять-таки, не выцелил. Привет! Вроде пробитие. Очень классное, очень хорошее. Сейчас буду с ним клинчевать по одной простой причине, потому что это мой шанс. Как я уже говорил, в башню, когда вот так вот в клинче играешь, пробить его крайне-крайне сложно. Я с ним сталкивался несколько раз в такой игровой ситуации, и мне крайне сильно не понравилось быть его соперником. Так, откатываемся назад. Не хочу в бортину получать. От Минотавра едь сюда. Блин, ну как так? Вы же видели всем, что, в принципе, я должен был сейчас в него бодро попасть. Время перезарядки. Просто шикандосно. Парень не учится абсолютно на своих ошибках, играя на гриле. Ну вот, в принципе, и все. Попал в замес, меня разобрали. Как есть, так есть. Как вы видите, прошиваются верхние бронелисты, правый и левый, в принципе, без проблем. Поэтому будьте готовы к тому, что имбовой брони здесь нет. Вот что бы ни рассказывали вам, что это прям супер-средний танк с обалденной броней, она уникальная. Но она не имбовая. Не надо путать уникальность с имбовостью. Досматриваем бой. Я думаю, что долго этот процесс не продлится. И обязательно сейчас запрыгиваем в следующую катку. Так, смотрим на результаты. Но я думаю, что особо смотреть на результаты не имеет смысла, потому что результатов, как таковых, дать не получилось. Виной всему фактор плохого склонения орудия. Ну, возможно, моей какой-то там рукожопости кто-то напишет в комментариях. Не исключаю и этого. Но все же, ребят, мы зацениваем танки под себя. И поверьте, если вы имеете 50% статистики плюс-минус, то вы приблизительно вот так на нем играть и будете. 984 единицы урона, один сделанный фраг. Что касается результативности в команде, то обратите внимание, второе место. То есть, слились мы не из-за меня однозначно. И если бы команда отыграла как-то бодрее, если бы было побольше поддержки, то и я бы явно со своим временем КД и Альфой сделал бы гораздо больше. Ну что, попробуем сделать чего-то лучше. Хотя, как я уже сказал, я особого кайфа от этой машины не ощущаю. Если брать в процентном соотношении, то, наверное, где-то из 10 боев, кайфовых, классных, у меня лично получается где-то боя 3. Ну, максимум 4. Остальные, ну, это такие катки, в которых ты либо вообще ничего не получаешь в виде удовольствия от игры, либо получаешь такой мизер, который, ну, знаете, и сравнивать-то особо не с чем. Я не поеду сейчас на линию СТ, на меня явно обидятся. И опять-таки, эта карта, она не подразумевает нормальной комфортной игры на этой машине. Ну, блин, ну негде здесь нормально пристроиться. Реально, ехать туда на гору к точке ЦМ, подниматься на горку и не иметь возможности свесить орудие вниз, чтобы стрелять, ну, как бы ни о чем. Ехать на железнодорожные пути, ну, может быть, как вариант, но все же, ребят, ну, не совсем то же самое. Даже здесь, скидывая орудие на сторону, ребят, не хватает углов склонения. Я не перестану об этом говорить, потому что это основные грабли, которые есть в этой машине. Что касается разброса, как вы видите, на дальнем расстоянии разброс все-таки остается великоват, хотя заявленная цифра очень приятная. Что касается точности орудия, бьет просто шикандосно. Вот на это грешить не буду абсолютно. Действительно, у машины очень хорошая точность. Безусловно, не все 100% снарядов будут прилетать прям в пиксель, прям вот в основании вашей вот этой вот прицельной галочки. Но все-таки, ребят, будьте готовы к тому, что данная машина будет позволять вам нормально точно отбрасывать. Отъезжаем назад. Не хочу дальше получать от этого барабанного монстра. Попытаюсь подкатиться чутка ближе и попытаться выцелить вот этого товарища, который сейчас явно будет сдавать назад. Но по логике вещей он так и должен сделать, и он это делает. Так, вот теперь у меня немножко есть проблемы. Мы немножко потанкуем. Ускорю перезарядку. Мне необходимо сейчас отработать товарища исключительно по КД. Я очень сильно надеюсь, что в поддержку к нему никто не будет ехать. И если это так и останется, то в целом у меня есть все шансы товарищу сделать крайне больно и крайне неприятно. Почему же гуслята не падает? Блин, ну так не честно. Я хотел его загуслить, и это было бы очень шикандосно. Я бы его себе дальше спокойно разбирал. Он бы при этом ничего сделать мне не смог. Ну ладно, окей. Как есть, так есть. Будем подкрадываться чуть ближе. Не успел еще одного товарища взять в прицел. Ну что ж такое, мне постоянно не хватает какой-то доли секунды. За мной охотится ПТшка. Я не хочу попадать к ней в прицел, потому что все-таки этот барабанный монстр сожрет меня и не подавится однозначно. Жду поддержки. Поддержка пришла. Спасибо большое ребятам из команды. Действительно классно, бодро отыграли. Сейчас забрали. Как вы видите, даже без полного сведения в БЦ я сейчас попадаю, ну просто таким, как говорится, на ура. Где БЦшка катается. Хочу ее добрать. В принципе шансы у меня есть. У БЦ в принципе орудие, ну не прям то, которого стоит бояться с такой разницей по ХП. А вот, блин, вот этот вот рандомный рикошет, он меня сейчас, ну прям расстроил. Так. Каким образом его так обойти для того, чтобы сейчас в прицел не попасть к соперникам и в то же время ему вмазать хорошенько. Опять-таки не хватает углов склонения. Было бы орудие по склонениям бодрее. Сейчас я все-таки легкому закинул бы дополнительного урона. Но заезжаю в корму и забираю вот этого товарища. Какой-никакой я все-таки фраг сделал. Ну что ребят, вот здесь смотрим по результатам. И плюс-минус, вот помните я говорил про те 6 боев из 10. Так вот это и есть. Вот этот вот один из, наверное, тех 4-х, наверное, все-таки боев, в которых вы хоть что-то получаете. В целом машина способна на это, если вы найдете к ней подход. Первое место в команде по урону. Сделанный один фраг. Что касается результатов по фарму, то обратите внимание, с учетом активированного прем-аккаунта, с учетом бустеров кредитов, которые дали мне целых 42 тысячи. Короче говоря, это однозначно не фармер. То есть ради фарма брать машину, ну уж точно нет. Ради чего стоит брать? Стоит брать, если вы не имеете вообще никакого среднего танка 10 уровня, то, наверное, на 10 левеле это один из лучших автомобилей в классе премиум, либо там коллекционка. Но все-таки, обращаю внимание еще раз, не фармер. Однозначные минусы. Это, я бы не сказал, что очень бодрая подвижность, хотя в целом к ней можно привыкнуть. Ну а уж к углам склонения орудия привыкнуть очень сложно, и надо очень щепетильно относиться к вопросу, куда тебе ехать и где занимать какие позиции. Броня не имба, но уникальная. От башни в клинче отыгрывать просто шикарно. Орудие очень точное и, я бы сказал, очень комфортное, как по времени сведения, так и по разбросу. Почему говорю так? Потому что в бою хоть разброс и кажется большим, но из-за точности орудия в целом это терпимо, поскольку твои снаряды прилетают плюс-минус туда, куда ты хочешь. Это был абсолютно честный обзор на Т-22СР. Покупать или не покупать, как обычно, решение принимать вам. Мое дело показать машину такой, какая она есть. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я надеюсь на вашу поддержку и хочу развиться до невиданных размеров, радуя вас все новыми и новыми честными обзорами и другими интересными, познавательными и веселыми видео. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова